Рабочая академия И вот в этом ответе мы видим, что мы все-таки обращались 2-го числа, и прокуратура объясняет, что не будут они работать за всех, они работают за себя, поэтому это обращение 2-го, 11-го, 20-го они скинули в государство инспекцию труда, о чем мы сообщили нам. Но вот 29-го нам было все равно интересно узнать, что думает прокуратура по данным нарушениям, которые творятся во Всеволожской клинической межрайонной больнице под руководством главного врача Шипачева, и прокуратура ответила. Давайте почитаем последние 2 абзаца. Одновременно сообщая, что доводы, указанные в вашем обращении от 29 декабря о нарушении должностными лицами к Бузлов Всеволожской КМБ трудового законодательства при заключении с работниками учреждения новых трудовых договоров, нашли свое подтверждение. По результатам проверки учреждения, проведенные в Всеволожской городской прокуратуре в декабре 2020 года. В связи с чем в Всеволожской городской прокуратуре главному врачу учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении. По постановлениям заместителя Всеволожского городского прокурора от 25 декабря, юридическое лицо Бузлов Всеволожской КМБ, гид в ЛО от 14 января 2021 года, привлечено к административной ответственности по части 1 и части 4 статьи 5.27 КОАП РФ в виде штрафа. В этом месте мы машем ручкой губернатору Дрозденко. Господин губернатор, посмотрите, не профсоюз действия, оказывается, подогревает ситуацию, а как установила прокуратура, именно главный врач издевается над сотнями работников медицины. Итак, восстановлена через прокуратуру непосредственно наш лор Высоцкая Магдалина Юрьевна, а также прокуратура признала, что ухудшены условия труда, проведены с нарушением эти новые трудовые договоры. И видите, это уже из какого-то трудового конфликта перерастает в политическое событие, потому что это коснулось большей части работников здравоохранения во Всеволожском районе. Я понимаю, что мы медицинские работники, мы столько времени отдаем именно своей профессии, мы долго ее осваиваем, вот эти вот правовые аспекты уходят от нас куда-то в какую-то даль, и мы к ним по большому счету не прибегаем, но вы должны понять следующее, что трудовой кодекс в нашей стране носит заявительный характер, и если вы не заявляете свои требования, то ваши требования никто отстаивать и заявлять за вас не будет, потому что, как показывает практика, у главных врачей и вообще в принципе у администрации всех больниц нашей необъятной родины свои интересы, которые противоречат вашим интересам. Итак, повторюсь, трудовой кодекс носит заявительный характер, свои требования надо заявить и правильно отстоять. Мы во Всеволожской клинической городской межрайонной больнице предлагаем вам вступить в правосоюз действия, в которой находится сейчас всего лишь 20% коллектива, и на данный момент правосоюз действия не может представлять весь коллектив. Для того, чтобы вступить в правосоюз действия и нормально отставить свои права, достаточно написать заявление в IGP-67 собакам Mail.ru нашему председателю правосоюза Владимиру Геннадию Петровичу, и вот вы уже в правосоюзе и имеете полное право присутствовать на всех собраниях, выносить решение, потому что правосоюз это не Владимиров Геннадий Петрович, правосоюз это каждый, и каждый должен отстаивать свои права в рамках существующей организации. А в следующем ролике я расскажу об очередной нашей победе во Всеволожской клинической межрайонной больнице, у нас уже их много, мне поручили рассказывать о каждом случае подробно, ну и будьте здоровы, а пока, пока! Продолжение следует...